друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал big big family мои хорошие будем с вами обсуждать последние сводки с полей не забывайте подписываться на канал ставить лайки ну и конечно же писать хорошие добрые веселые интересные комментарии ну что мои хорошие школьный учебный год у нас начался во всей красе но я предупреждала да что вчера вот вчера меня собственно не было на просторах ютуба вчера у меня был конечно же выходной день на ютубе потому что у нас была линейка да друзья мои по этой причине конечно же в общем весь день был в каких-то делах в каких-то приятных моментах да плюс потом отмечали все это дело школу и так далее ну я думаю все все прекрасно понимают все кто повел вчера своих кто-то детей кто-то внуков кто-то еще там каких-то родных и близких и так далее все эти моменты конечно были очень-очень приятные я всем желаю счастья здоровья ну и конечно же хорошего плодотворного учебного года ну что ребят вчера я не смотрела ничего из своих подопечных да то есть у меня есть такой как бы принцип по жизни я по жизни по жизни ну так сказала интересно есть у меня такой момент да то есть в тот день когда я не делаю обзоры на своих подопечных я собственно их и не смотрю то есть да я могу что-то другое смотреть но своих подопечных я смотрю только тогда когда я как раз таки вот я смотрю, я села смотреться, я делаю обзор, а так просто, вот, чтобы, допустим, быть выходной от ютуба, но при всем при этом сидеть и пялиться, там, на Леночку, да, там, на Уралку, там, на Поберуху, еще, на кого бы то ни было, нет, у меня такого даже близко нет, но в любом случае, сегодня я села посмотреть, что же там был за вчерашний ролик, а уже к этому моменту я смотрю, что сейчас, буквально минут, там, 20 тому назад вышел новый ролик о Лене, где, значит, там Маша к ней приехала, ну, про Машу поговорим в другом обзоре, сейчас я хочу поговорить про вчерашний ролик. Начало ролика, ребят, я даже не знаю, как это сказать, чтобы это, знаете, вот, ну, вот, со стороны это выглядело как-то очень-очень нелепо, вот честно, когда Лаврик начинает говорить, хочется задать вопрос, что, простите, кто-нибудь что-нибудь понимает, вы знаете, вот, я сразу, вот, я смеюсь, потому что я сразу вспоминаю картину, когда, помните, Маша еще жила дома, да, вот, ну, буквально, там, может, оставался, там, какой-то месяц, может быть, три недели, Маша оставалась до того, как, значит, ей надо было ехать в Орландо на учебу, и был такой интересный момент, Лаврик стоит, там, что-то размахивает своими руками, там, что-то непонятное говорит на своем каком-то непонятном тарабарском языке, и Маша стоит на него вот так вот, знаете, прямо вот смотрит с удивлением, да, глаза вытращила, и мне становится смешно, ну, я об этом озвучила в своем обзоре, потому что я понимаю, что сама Маша, Маша, родная сестра, не понимает своего родного брата, вообще не понимает, и вот, когда Лена снимает сегодня, как Лаврик лежит, валяется на кровати, и тут же говорит на каком-то тарабарском языке, это действительно какой-то непонятный тарабарский язык, то сама Лена, я уверена, понимает его через раз, и вообще понять Лаврика очень сложно, и мне по такому поводу очень понравился комментарий, который оставили на канале Лены, понравился он мне в первую очередь, ну, тем, что это правдивый действительно комментарий, там сказано все, как есть на самом деле, плюсом я уже точно такую же точку зрения озвучивала еще где-то месяц назад в одном из своих обзоров, и вы знаете, там очень правильно человек написал все в точку, да, что, мол, как, как может ребенок, да, так быстро забыть русский язык, такое впечатление, что он живет с англоязычными родителями, или такое впечатление, что родители дома разговаривают с этим ребенком на английском языке, да нет же, конечно же, конечно же, нет, конечно же, Лена не разговаривает на английском языке, потому что, ну, Лена у нас явно к полиглотам, да, не полиглот, к полиглотам не имеет никакого отношения, да, сама она язык не знает от слова совсем английский, просто все очень просто. Почему Лаврик так плохо говорит? Я уже озвучивала этот момент, потому что, потому что дома у него, как правило, нет никакой вообще практики общения на русском языке, а это еще раз подтверждает тот момент, что дома они практически не разговаривают между собой. Вот раньше он говорил намного лучше, да, раньше еще, когда даже Вовка был в семье и так далее, все равно они как-то хотя бы иногда общались с детьми. А сейчас у них каждый в своей комнате, Лева сам по себе, да, как этот затворник в одной комнате, Лаврик сам по себе, Лена вообще практически с детьми не общается, наверное, общается только редкие моменты, когда она включает камеру, дабы показать и запилить контент. По этой причине у него ужасный русский. И, знаете, я прекрасно понимаю тех, кто терпеть не может, да, и напишет, ой, да ладно, да нафиг там ваш русский нужен. Ну, если вам не нужен, да, однако же это, как говорится, язык международного уровня, как ни крути. Ведь недаром в Америке даже права получить категории Б, да, прийти в автошколу, ты имеешь возможность на английском языке, да, на испанском языке, на китайском языке и на русском языке. Русский язык – это международный язык, как ни крути. И на самом деле, конечно же, в русскоязычной семье, семье, которая семья из России, это на самом деле, это такая действительно дикость, это как это, все разговаривают на родном русском языке, и только мальчик у них уже вообще практически вот непонятно, что болтает. То есть, по сути, он говорит ни на английском, ни на русском, его вообще понять крайне-крайне сложно. Я, если честно, ребят, такой вот этой билибердятиной вообще не понимаю. Но я понимаю одно, сто процентов, что дома мама с детьми практически не общается. И вот Лаврик уже говорит вообще непонятно, что, и со стороны смотришь, и хочется сказать, Лен, ты такое даже показывать стыдно, потому что вот смотришь, да, блогеры, которые у них дети рождены, ну давайте хорошо, окей, возьмем, там, допустим, любой какой-нибудь канал, да, у них даже дети рождены, допустим, там все были в Америке, они сами там приехали из постсоветского пространства, да, там, неважно откуда, там, из России, из Украины, из Белоруссии, да, там, неважно из какой страны, они дома все равно разговаривают с детьми на русском языке, как ни крути. А здесь приехали, живут совсем ничего, да, то есть и уже он вообще практически не понимает язык, и его уже не понимают, самое главное. А как дальше Лена планирует со своим сыном разговаривать? Он-то, допустим, будет, да, разговаривать там в школе со своими там друзьями-приятелями на английском. А Лена на каком будет разговаривать со своим сыном? На пальцах? Вот мне просто интересно, английский язык она не знает. То, что она знает там несколько слов, несколько предложений, может сказать, это две большие разницы. Разговаривать она с ним не сможет, а русский он уже теряет, да, потому что, опять же, мама ни с кем не общается, мама ни с кем не разговаривает. Короче, ситуация там в семье, конечно же, трындец. Далее Лена начинает рассказывать о том, что Лаврик говорит, оказывается, ребят, представляете, она говорит, а Лаврик-то давно уже спит, а самостоятельно сам и один. Вот знаете, мне иногда хочется сказать Лене, чтобы лучше бы, лучше бы в некоторых моментах, наверное, она бы молчала. Потому что то месяц назад Лена рассказывает о том, что Лаврик продолжает спать с ней, да, потому что вот он привык спать с ней, а сейчас она говорит, да не, он-то давно спит, уже один. Мне интересно, когда давно? И почему тогда по той простой причине, да, он проснулся и заплакал, не увидев рядом Лены. Ну, а правда, Лена начинает объяснять, что все очень просто, просто ему приснился страшный сон. По этой причине он тогда расплакался и, в общем, ну, ладно. Ладно, знаете, Лену, как говорится, не поймешь. У нее сегодня одна история, завтра другая. Про таких людей, как правило, говорят семь пятниц на неделе. И опять, опять, конечно же, домик для котов подвергся нападению Джерика. Вы знаете, я вот когда начинаю слушать про то, что вот сегодня Джерик сожрал там, допустим, домик для котов, да, опять там на него покушался, вот сегодня там Джерик, значит, сжрал ковер. А я вот понимаю прекрасно, что в принципе, да, в принципе, это какой-то контент, какой-никакой контент, Лене хотя бы есть о чем поговорить. Вот представляете, не было бы такого персонажа, как Джерик, да, тогда о чем было бы говорить с Леней? Что бы тогда она показывала? Она показывает минут пять собаку, которая стоит виноватыми глазками, смотрит на свою хозяйку, и, видимо, где-то там про себя думает, скажет, что она опять ко мне прицепилась, да, как пьяный до радио. Да, рассказывает, что вот сожрал, сожрал этот домик. Ей, значит, начинают говорить о том, что Лена уберет этот домик, а она, вы что, если я домик уберу, значит, он будет продолжать жрать диван. В общем, ребят, ситуация просто, знаете, вот просто, вот по мнению Лены, абсолютно безвыходная. То есть, отучить собаку, да, как-то заниматься с собакой, как-то собаке что-то объяснять, как-то, знаете, ее дрессировать, еще что-то. Нет-нет-нет, вы что вы, что вы, собака для души. Но при всем при этом мы будем каждый день зрителям рассказывать о том, что же сегодня сожрал Джерик. Да, я Лене не просто так говорила, еще несколько месяцев тому назад, когда начала делать на нее обзоры, что Лене надо, надо создать было, переименовать свой канал. Канал, да, название такое, примерно, собачья жизнь Леночки. Ну, или еще что-нибудь такое, да, что было бы связано непосредственно с собаками. Далее Лена говорит, вот мне там пишут в комментариях, пишут и пишут о том, что Лена, да вот что же ты собак-то не наказываешь, да чего вот ты с ними там вот все время там сюсюкаешься. Она говорит, да вы что, да его хоть убей, этого Джерика. Да, да, вы не ослышались, она именно так и сказала, великая любительница собак. Она говорит, я наказываю, я, говорит, иногда их так наказываю, говорит, что, говорит, даже собака не может несколько дней подойти ко мне, боится, боится. Я, говорит, одним взглядом могу его там сразить на повал. Да, Лен, ты знаешь, а я верю в то, что ты наказываешь собак, причем очень сильно наказываешь, потому что у вас уже Милка боится подходить не только к тебе, на что я обратила внимание, но и к некоторым твоим детям, потому что прекрасно, видимо, знает, уже не раз огребала от вашей любви вот этой вот неземной, да, но есть такие люди, которые себя, знаете, позиционируют такими классными собачниками, но при всем при этом, вместо того, чтобы воспитывать, проявлять любовь к своему питомцу, они его просто, знаете, периодически дают ему каких-то там люлей, да, как говорится, конечно, это ужасно. Ну, Лена рассказывает, что иногда она все-таки, иногда она, конечно же, очень может наказать собак, просто мы этого не видим. И опять, кстати, ребят, читаю там комментарии у Лены на канале, Вовка виноват абсолютно во всем. Одна написала, Вовка наделал детей, завел собаку и свалил. Я просто валяюсь, да? Как интересно сказано, то есть Вовка наделал, видимо, Лена в этот момент, друзья мои, находилась в спячке, Вовка сам ей наделывал детей, сам заставлял ее рожать, да, сам брал этих собак, и Лена не умилялась, не шла с Милкой, с маленьким щенком на руках, да, нет-нет-нет, все это заставил ее, значит, сделать Вовка, свалил, ну, а сейчас Леночка все это дело расхлебывает. В общем, да, интересные комментарии, конечно. Ну, и чего? Она там показывает посылка опять там у нее, пришла все как обычно, значит, показывает футболочки свои, маечки, маечку там, значит, примерила, показала, говорит, ой, нет-нет-нет, она какая-то коротковатая, может быть, Маше ее отдам, а потом такая стоит, говорит, нет-нет-нет, Маша обойдется, обойдется, оставлю, говорит, себе, но оно и понятно, естественно, никто не сомневался. В общем, Лена довольная, значит, да, показывает себя во всей красе, примерила, говорит, я, конечно, очень сильно похудела, я читаю комментарии опять же у Лены, ну, потому что такое, такая скукотища, это просто трындец, там ей поют такие хвалебные оды, какая вы молодец, вы такая тоненькая-тоненькая, как тростиночка, вы просто молодец, огурец и так далее. В общем, ребят, я вот на все на это дело так смотрю, думаю, да, нет слов, как говорится, одни буквы. И, кстати, я сегодня посмотрела на Машу, но обзор на этот ролик будет позднее. Маша очень сильно похудела, Маша очень уставшая, выглядит очень изможденно, я хочу сказать, Лене и Маше больше худеть точно не надо, потому что это уже нездоровая худоба, это выглядит уже действительно, они выглядят как какие-то изможденные, то есть в этом нет никакой прелести, уже нет никакой абсолютной красоты, ну, нет, хотя, опять же, понятное дело, у нас вкус и цвет, как говорится, товарищей нет, но даже если сравнивать, вот мое личное мнение, да, никому не навязываю, ну, я делаю обзор, и это мое мнение. И вот сравнивая Лену с Леной, которая была в роликах двухгодичной давности, там у Лены были щечки такие, она выглядела значительно моложе. Вот сейчас она прямо, знаете, вот такая вот прям изможденная вся какая-то, я не знаю, я никакой красоты в этом не вижу, но, опять же, у каждого свой вкус, да, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому, как говорится, их личное дело, конечно же. Ну и что? Ничего такого интересного не было, в комментариях Лене по большому счету ничего такого не пишут, кто-то обвиняет Вовку, кто-то пишет о том, что Леночка, не слушайте хейтеров, живите как вы хотите. Да при чем тут хейтеров? Мне хочется Леночкиным защитникам напомнить один такой маленький, но весьма важный моментик-нюансик. Вы знаете, что я вам скажу больше? Ваша Леночка и вас-то никогда слушать не будет, и вы ей нужны, как зайцу стоп-сигнал. А уже год назад Леночка взяла и закрыла возможность комментировать, то есть она вообще взяла и отключила комментарии, и поливать она хотела на вас, защитнички, а вы дальше больше рвите тельняшки на своей груди и с пеной у рта защищайте Леночку, она вам потом и спасибо не скажет. Получится такая возможность, она опять отключит комментарии, и плевать она хотела на ваше мнение, что вы там говорите в ее, так скажем, защиту. В общем, такие смешные. Леночка, не обращай внимания на хейтеров, да, такое впечатление, что все проблемы в жизни Леночки исключительно создали ей хейтеры, представляете? Ну, я говорю, мы всегда с вами во всем виноваты, да, хотя, опять же, что такое хейт? Хейт, да, ненависть, ну, это вообще реально смешно. Кто здесь вообще говорит о ненависти? Посмотрели, посмеялись и разошлись дальше по своим делам. Уж ненависть и любовь – это слишком сильные чувства, чтобы испытывать их к абсолютно посторонним людям. Я думаю, что это знают абсолютно все. Короче, ребят, ничего интересного во вчерашнем ролике не было от слова совсем. И все то же самое, да, на манеже все те же. Кстати, Лена тогда собралась готовить панкейки, приготовила, кстати, панкейки. Ну, хоть что-то сделала для детей, для того, чтобы дети посидели. Не знаю, для детей, для себя, но, по крайней мере, знает она прекрасно, что дети панкейки любят, и она их как раз-таки приготовила. И на этом, собственно, все. Ничего интересного не было. Да, вот и все. Ребят, вот такой у меня получился обзор. Продолжение следует. Пишите, что вы думаете по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока!